Приветствую вас, Джейн. Понимаете, в чём дело? Вы выбрали себе позицию по отношению к своему мужчине. Позицию ведомого. Вы ведомы в отношении. Вы зависите от мужчины. Это неплохо. Это хорошо, что вы выбрали такую позицию. Хорошо в этом теме, что вы её выбрали, что эта позиция, что она есть, вот. Понимаете? Но, как бы, за позицию, да, за позицию нужно отвечать. Понимаете, какая история? Вот. То есть, если вы выбрали для себя, значит, ну, быть ведомой, то за это нужно отвечать. И отвечать нужно именно вот таким образом, то есть, значит, ждёте, когда мужчина сам, значит, созреет для того, чтобы вам это предложить. Вот. Если вы выбрали для себя такую позицию, то есть, понимаете, что ждать вы не готовы, да? Вот. Понимаете, что ждать вам не нравится, не хотите вы ждать, да? То есть, хотите, чтобы, ну, чтобы контроль, контроль был какой-то у вас. Вот. Это нормально. Это хорошо, что вы этого хотите. Но за это нужно отвечать. Понимаете? Вот. Нужно отвечать за желание управлять своей жизнью. И если вы готовы к этому, да? То есть, готовы отвечать за, ну, вот, своё желание влиять на отношения, например, то всё прекрасно, всё отлично, всё замечательно. Тогда нужно посмотреть, чего именно вы боитесь. Потому что, по-видимому, по-видимому, вы боитесь того, что, вот, что вы, ну, скажем так, спросите у мужчины, ну, какое у нас будущее, а он вам скажет, а никакого, знаешь. И всё. И всё. И вы такая, ой. И будете думать про себя плохо. Что, вот, мужчина, вот, он меня бросил, или, там, не доказал со мной отношения строить и так далее. Вы боитесь чего? Страх делать вас не свободны. Это первое. Так? Второе. Это, значит, то, что, значит, помимо того, что страх делает вас не свободны, он же означает, что вы возлагаете чрезмерные надежды на, значит, данную ситуацию. То есть, вам очень сильно нужно, или, точнее, сильнее, чем обычно, сильнее, чем в норме. Нужно, значит, чтобы, ну, была, например, какая-то определённость. Вот. И здесь, мне кажется, нужно подумать о том, почему вам это важно. Так. Какое значение вы в это вкладываете для себя? Да. Чем это для вас так важно? Вот. Мне кажется, что это ключевой момент здесь. Сможете определить его, и я полагаю, что страх, страх ваш, он уйдёт. То есть, его, ну, как минимум, да, его не будет. Вот. Он не будет вам уже так мешать. Вот. Но для этого нужно понять, что есть страх, почему вы боитесь. Вот. А дальше вы говорите, что он знаком с вашими родными, а вы нет. И что? Какое, опять же, значение это всё имеет? Для вас. То, что он знаком, а вы нет. Какое для вас это всё имеет значение? Подумайте. Да. Полгода, шесть месяцев, ну, срок, на самом деле, не такой уж и большой. Это первое. Второе. Совместное проживание без брака, то есть, ну, это вполне может демотивировать вашего мужчину вообще. Совсем что-либо делать. То есть, вы будете с ним жить, а зачем ему... на вас жениться? Для чего тогда? Понимаете? Вот. То есть, здесь нужно вот чётко это понимать. Вот. Поэтому подумайте для себя, что именно вам нужно от мужчины, да, как вы себе представляете мужчину, да. Вот. И исходя из этого уже двигайтесь. Потому что по-другому что-то не получится. Если вы выбираете себе мужчину, который считает, что он за всё отвечает и всё определяется только его, значит, выбором, его решением, что у этого есть как позитивные аспекты, так и негативные. Вот. И вопрос заключается в том, насколько вы готовы по факту платить за это. То есть, отвечать. Вот. Я думаю, совет здесь такой, рекомендация здесь может быть такой. Подумайте, что для вас важно и уже из этого исходите. Вот. Но обязательно, обязательно, обязательно нужно, чтобы вы разобрались со своим страхом. Потому что бояться чего-то в отношениях это не нормально. Вот. Это не нормально. Это, это означает не свободу. Для вас. По крайней мере. Вот. Поэтому, я думаю, так. Значит, так, как понять серьёзные намерения ли у парня, пишите вы? По отношению Джейн. Значит, ну, опять же, чтобы анализировать, насколько серьёзные намерения у мужчины, да, нужно больше информации о нём получить, как минимум. О том, что он делает, как к вам относится, о том, как вы проводите время, как он с вами общается, да. То есть, это нужно не переписку, да, какую-то анализировать. А, ну, я хочу предостричь вас от этого, чтобы вы не предлагали там переписку мне там или коллегам другим. Не надо этого делать. Вот. Ложное отношение, которое вы чувствуете. Важно, чтобы вы, как бы, передали своими словами, да, передали свои чувства. Вот что важно. Вот это по-настоящему важно. Понимаете? А не вот этот вот аспект переписки. Вот. Отношения, общения, поступки. Ваше восприятие, ну, то есть, ваши чувства по отношению к данному аспекту. Ваши чувства по отношению к ситуации. Вот. Вот это всё и нужно исследовать. И уже исходя из этого можно будет понять, серьёзные ли у него отношения или нет. Понимаете? Вот. Тут ещё есть такая история, такой момент, что серьёзность, серьёзность отношений, она, это оценочная категория. То есть, суждение оценочное. На самом деле. То есть, для кого-то серьёзное, там, что-то одно. Для кого-то серьёзное что-то другое. Вам, ну, вам нужно определить свою собственную, свои собственные критерии оценки серьёзности, ну, либо не серьёзности. Вот. Понимаете? А так, это не самый лучший расклад, что-то вы спрашиваете. Вот. А про родственников можно спросить, например, просто пусть зайдёт в разговор, да, родных. Спросите у него, то есть, вы с ней даже не спрашиваете, а просто скажите, о-о-о-о. Я, как-то, хотел бы познакомиться, там, с ним, или с ней, или с не с ними. Выразите желание и посмотрите, что скажет мужчина на это. Понимаете? Вот. Вот так. Вот так. Не забывайте, что отношения строите вы, а не родственники. Вот. Вот вы говорите по поводу заместного проживания не слово, хотя как человек серьёзный и не разбалован. Так может быть, потому и не слово. Потому что для него, как для человека серьёзного и не разбалованного, не разбалованного, это ещё маленький срок. Вот. В тот момент какой, у вас был секс, насколько вы друг другу открыты, понимаете? Всё вот это нужно анализировать. Историю вашего знакомства нужно тоже смотреть. То есть, что у вас общего, что вас объединяет, понимаете? Вот. То есть, вот эти все вещи, их тоже нужно исследовать. Как вот мне думается. И уже вот, исходя из этого, можно, собственно, будет делать какие-то выводы. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали! Продолжение следует...